Мошки-самки питаются свежей кровью, чтобы обеспечить созревание яиц, складка которых происходит в чистой проточной воде со скоростью течения. На территории Бреста это река Западный Бук. Наибольшую активность мошки проявляют перед дождем и в пасмурную погоду. Пик численности удерживается не более двух недель, после чего резко падает. Все зависит от видов мошек, так как есть и ранние весенние виды. Их выплат может быть даже в марте месяце. Но те мошки, которые доставляют неудобства нам, в основном выплаживаются в начале мая. Тоже зависит от температуры воды. Чем холоднее температура воды, тем позже они вылетают. В Бресте сейчас довольно высокая численность. И при учете за 20 минут может укусить до 50 мошек. Нападая на человека, мошка долго ищет место укуса, часто проникает под одежду, может заползти в уши, рот и нос. Опухоль от укуса мошек гораздо больше, чем от укуса комара. Соответственно, и болит поврежденное место сильнее. Слюна мошек ядовита. В течение нескольких минут развивается отек, покраснение, жжение и зуд. Может повыситься температура тела и появятся признаки общего отравления. Во избежание анафилактического шока медики рекомендуют выбить антигистаминный препарат. Ежегодно регистрируются укусы, укусы мошек. Люди в этом случае обращаются в учреждение здравоохранения с аллергическими реакциями на укус. У детей, так как они, ну и меньшая сопротивляемость их в какой-то мере ниже, чем у взрослого человека, при укусе уже даже пяти мошек может развиться довольно тяжелая аллергическая реакция, может подняться температура и общая интоксикация организма. Поэтому будьте внимательны, смотрите за детками. Защититься от мошек просто. Нужно надевать закрытую обувь и одежду и не забывать пользоваться репеллентами. А чтобы мошки не попадали в ваш дом, следует использовать москитные сетки.